Уже запущены в эксплуатацию цех и склад. Пока компания занимается только сборкой комплектных устройств, распределительных щитков и различного технического оборудования из закупаемых деталей. В планах выйти на полный цикл производства. Наталья Полубоярова уже много лет трудится на подобных предприятиях. Рассказывает, без их продукции даже свет дома зажечь не получится. Распределяют электроэнергию. Благодаря нашей продукции у нас работают конвейера. Мы можем собрать продукцию, которая будет поставлять свет в целые жилые комплексы. То есть во всех квартирах будет гореть свет и работать компьютеры. Сменилось качество, изменилась сборка, изменилась внутренняя начинка. Даже, можно сказать, изменилось качество самих проводов. Раньше провода были очень толстые, с толстой изоляцией. Сейчас они более гибкие, более тонкие, выглядят все красивее. Компания «Проток», которая и обосновалась на территории завода резинотехнических изделий, работает уже несколько лет. Чтобы успешно развиваться в современных условиях, применяет зарубежный опыт. Свою продукцию фирма поставляет многим компаниям, известным не только в крае, но и по всей России. Среди клиентов – крупные нефтегазовые концерны, золото-добывающие и металлообрабатывающие предприятия. Сейчас ставка делается на развитие инновационного производства и привлечение инженерных кадров. Мы создаем такой продукт, который будет конкурентоспособный не только на территории России, но и планируем его экспортный потенциал. Уже сейчас закладываем в него этот экспортный потенциал. Мы бы хотели, чтобы для сотрудников было так же престижно работать на мелких и средних производствах, так же престижно, как на крупных заводах, комбайновых или каких-нибудь производственных предприятиях. На предприятии побывал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. По мнению мэра, задача местных властей – обеспечить условия для работы таких современных промпарков. Очень важно, чтобы все расположенные здесь производства действовали в общих интересах. Если объединить инженерные коммуникации и дорожную сеть, то территория может стать настоящим плацдармом для современных компаний, подчеркнул глава города. Рассчитываю на то, что площадка бывшего завода резинотехнических изделий может быть реанимирована, может быть превращена в современный индустриальный парк. Для этого необходимо, чтобы действия всех собственников помещений на этой площадке были согласованными. Для этого необходимо делать единый проект планировки промышленной площадки, о чем мы сейчас договорились. Уже скоро в цехе разместят новые станки. Это оборудование позволит не только с нуля создавать все узлы выпускаемой аппаратуры, но и создать новые рабочие места, опробовать инновационные технологии. Первую полностью свою продукцию на предприятии намерены выпустить уже до конца года. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. Продолжение следует... Продолжение следует...